всем привет дорогие друзья я рад приветствовать ваш на канале и сегодня мы с вами поговорим про правый левый руль а чем же все-таки правый руль казалось бы да с правой стороны может быть лучше чем руль который находится с левой стороны сразу вам скажу одно если вы ну по каким-то причинам правый руль не любите либо вы раз проехали и поняли что это ну не ваша лучше в принципе вам такую машину и не иметь это факт вот проехал понял как ездить получается у тебя это тогда да можно рассмотреть вариант праворульного автомобиля если же не получилось или там начав обгонять то чуть не влетел во встречку потому что не понимаешь как это делать лучше бросить это гиблое дело и правый руль просто-напросто не смотреть и не искать далее праворульные автомобили все которые приезжают к нам из японии сделаны мало того что на всемирно известных заводов но будем говорить про тойоту которые ценятся своим качеством так они же еще сделаны в японии и для японцев и поверьте мне на слово те машины которые японии японцы делают для себя они лучше чем те машины которые они делают либо для себя и потом отправляют ну на экспорт со страны и тем более лучше чем те машины которые они собирают в других странах здесь как сказать я не буду вам это доказывать какими-то доводами я вам просто могу сказать что весь дальний восток недаром ездит на праворульках раньше это было реально дешево но они реально было не были дешевле и они покупали хорошие отличные машины за небольшие деньги и очень долго без проблем на них ездили к сожалению сейчас им приходится покупать также праворульки но дороже потому что пошлины так далее там подобное да может быть качество в японии под упала как и во всем мире во всем мире упал качество но все равно машина сделана в японии для японцев лучше чем та машина которая сделана в другие либо в других странах либо на экспорт просто возьмите камри которая сделана в японии и возьмите камри который сделано в россии да все мы прекрасно знаем что это практически совершенно одинаковый автомобиль который не имеет никаких практически отличий просто вот одно и тоже вот вам как бы такой вот хороший пример кто знает про что я говорю вот машины японской чисто японской и тойоты не японской к слову сказать многие машины которые японцы для себя делают автоматными коробками на другие страны могут идти либо с вариаторами либо с роботами моторы некоторые которые идут либо к нам в россию либо в другие страны они могут никогда не ставится в японии никогда они сделаны специально для того чтобы ставиться на тойоту в других странах ну в принципе здесь логично потому что как практика показывает моторы которые прям конкретно делались в японии для японцев намного долговечнее чем моторы которые с я не знаю стоят в тех же самых овенецах не все просто есть там некоторые движки которые в японии вообще никогда не ставились и просто не существует они не сильно отличаются у них маркировка одна и та же пример там один за за два за один там полторашка 11 и 6 вот 1.6 японцы ставили к примеру себе а полторашку они отправляли на экспорт и почему-то так получается что по с полторашкой все время нет нет да и да какие-то проблемы у у японские моторы ездят и ездят то это просто такой узенький примерчик но сегодня мы с вами поговорим так как спросил один подписчик в комментарии чем же лучше ну почему правда с правым рулем может оказаться лучше чем прадик с левым рулем давайте разберемся я уже в одном ролике правда об этом краем как говорится глаза говорил но сейчас разберем более конкретно вот вам два даже нет возьмем три примера вот возьмем крузак тот же самый просто кузаков на самом деле маловато с правым рулем но потому что это не дешевая машина а есть машина которую достаточно много это toyota halux это права руль к 130 к примеру 185 и toyota 4runner это та же машина но слива с львым рулем вот и toyota harrier это тот же самый lexus rx первого поколения вот посмотрим и сравним просто залезьте на авито просто залезьте там на другие автомобильные сайты где продаются автомобили и вы увидите что как правило праворукий аналог того же года мы возможно в худшей комплектации стоит дороже чем вроде как бы леворульный автомобиль в более жирной комплектации но стоит меньше почему же такая проблема а проблема вся в том что все машины привезенные с японии во владивосток большую часть своей жизни там ездили они покупались людьми не новыми они покупались людьми с аукционов и покупались людьми ну как сказать не то что сильно богатыми но скажем так среднего класса хорошего уверенного среднего класса и как правило эти машины имеют два три хозяина всего а то и вообще один просто если посмотрите там некоторые крузаки допустим 120 человек его привез 10 лет назад и он у него один единственный хозяин ездить там особо некуда то есть сказать что там какие-то бешеные пробеги не возьмутся соли там нет и человек не пытается отбить вложенные в него бабки он покупает себе хорошую вещь и бережно с ней относится потому что он точно знает что взяв ее как бы не новый он во первых не отдал за нее полную стоимость и скорее всего через какое-то время он ее продал за те же деньги а то и дороже это факт почему потому что я вам привожу в пример лично себя когда я покупал в 2008 по моему до свой марк за 245 а в 2019 он продался за 315 то есть да там инфляция так далее и тому подобное но суть такова что вот пожалуйста toyota вот вам самый как говорится такой простой пример ничего в этом сложного нету все наглядно и также происходит с сурфами то же самое происходит с харьками ну toyota harrier те машины которые покупались новыми в салонах но 120 прада просто допустим суры сурфу и сурфу четыре фуранера и того же самого лексуса салона купленного вы не увидите лексусы все к нам приехали в основном из америки где очень большие пробеги фуранеры в принципе оттуда же и привезли их конкретно обычно в конце 90 середина двухтысячных привозили их люди более-менее богатый потому что это лексус а уж фуранер так вообще привозилась в конце 90-х этот джип это внедорожник его привозили москва питер может быть достаток у людей было такой же но эксплуатация была совершенно другая в 90 процентов случаев я не скажу что прям вот в 100 да то есть но в 90 вы просто по машина видно какая машина где ездила и в итоге машина которая 10 лет проездила в московском плюс-минус регионе эксплуатировалась плюс-минус нещадно это машина которая привезлась во владивосток которая без соли без ничего эксплуатировалась она будет та машина будет намного крепче лучше она просто осталась целее это и первый как бы вариант того что праворулька машина будет лучше она будет просто лучше сохранена я сам ездил в праворульных прадиках но это все два раза был на востоке он прям ну такой еще у нее пробег меньше и у него вот он ближе к той машине которая когда-то была новой вот и все плюс еще один момент есть вариант что все-таки для других стран не то что японцы собирают хуже но может быть все таки они чуть-чуть не такие качеств не то что качественные а просто контроль сборки может быть разный и потому что собирают крузаки все в японии насколько я знаю кто знает что это не так у него есть реальные примеры напишите в комментариях и приведите пример просто насколько я знаю все крузаки по крайней мере они до сих пор делаются в японии и это говорит о том что качество их сборки оно должно быть одинаково на одном и том же конвейер на одной и той же линии но качество можно все-таки отличаться вот поэтому еще праворульный крузак может быть лучше по движкам по ходовке по раздатке это будет одна и та же машина то есть ничего там единственное японцы не очень любит пневму пневма там это кара самая жирная комплектация их очень мало приведет привозили японцы не очень любят кожаные салоны японцы больше любят все-таки велю вы поверьте я тоже вот очень сильно люблю японский велю он очень износостойкий он очень приятной кожи на нем не потеют летом ноги на нем не холодно зимой то есть у него садишься через какие-то 30 секунд все он уже теплым не дубовый он приятно выглядит и даже если он очень очень мощно его затерли в хлам обычная химчистка делает его как новым но кто ездил на праворульках кто ездил на велюровых салонах они прекрасно знают о чем я говорю но единственное там может быть точнее не быть такого количества регулировок как есть на регулировке допустим леворульного прадика российского вот допустим как у меня у меня было большое желание купить сидение в отличном состоянии с родной кожи что все было как ну как положено все было оригинальное но к сожалению на праворульках даже есть с кожаными сидениями они есть там небольшой процент но у них другое управление именно регулировками не есть то что как говорится с левой стороны у них пассажир правый водитель и справа его вправо сиденье регулировок больше это я вообще молчу но суть в том что там даже сиденья немножко по-другому сделано и невозможно как говорится одно перри перебрать как-то и сделать грубо говоря леворульный комплект просто там меньше регулировок вот в этом конечно будет ну минус кому минус кому плюс но вот этого вы там точно найдете в конце хочется что сказать если спросили бы у меня купил бы я себе здесь в нашей европейской части россии праворульный крузак даже бы си он был очень хорош если бы у меня были лишние деньги да вот если у вас ну образно просто предположим да вы как бы не бедный человек у вас к примеру есть там не знаю какой-то porsche или какая-то там или lexus там lx последний свеженький ну короче говоря дорогая машина но на которой вы не очень хотите ездить там за грибами на рыбалку или куда-то еще грубо говоря то место где машина будет ну так или иначе убиваться но деньги у вас лишние есть то тогда за эти деньги вы можете позволить себе прадик с правым рулем но если вы не боитесь правого руля который будет реально крепче он будет просто целее ну в 90 процентах случаев это вот лично мое мнение но есть один большой минус если вы покупаете грубо говоря вот набрали денег на эту машину это очень дорогостоящая покупка это очень большое капиталовложение и если вдруг так получится что вам нужно будет его продать быстро праворульный прадик вы точно не продадите скорее всего потому что ну мало ценители здесь для праворульного прадика там на востоке до его бы купили быстрее но беда в том что вы не на востоке но с другой стороны привести автомобиль с нашей части в восточную стоит полтинник ну автовоз прилететь самолетом ну я не знаю но еще наверное тысяч тридцать это я просто тому что человек которому на востоке понадобится ваша машина и она у вас будет очень хорошая он может потратить 80 тысяч в общем бюджете и прилететь туда также то же самое можете сделать и вы допустим нашей части россии праворульный прадик вы искать так подустанете по моему даже не найдете а если на востоке вы найдете хороший прадик примут классный он будет по нормальному бюджету реально стоит переплатить там сколько процентов 6 получится 5-6 процентов от стоимости за более крепкую машину это реально стоящая вещь еще раз горе если вы не боитесь правого руля и это для вас нормально то она того стоит но вот спросите у меня допустим у меня бы спросили вот тебе два варианта вот допустим лево рульный и право рульный право рульный более в лучшем состоянии но левый не то что прям убитый совсем то есть ну чуть-чуть похуже цена одна и та же но скорее всего я бы наверное взял левый это я вам говорю честно вот как я считаю у вас может быть другое мнение я вам говорю как считаю я я бы все-таки взял левый потому что его но просто вдруг при необходимости его можно быстрее продать вот поэтому если вдруг вы когда нибудь надумали брать право рульный автомобиль берите только сначала проедьте а потом берите они хорошие особенно если это тойота она может быть уже более свежая не будет такой с таким бешеным качеством там надежность и так далее и тому подобное но она будет хорошей и крепкой и мало того им скажу мои друзья которые живут на востоке они покупают все право рульные прадики они привозят себе с японии без пробега там пяти трех пятилетние вот допустим последний год назад человек привез но единственный минус он привез 2 и 8 дизель он бы с удовольствием привез 4 литра но там может 4 литра очень дорого там просто бешеные там очень дорого получается как бы 2 и 7 бензин но слабоватый он мотору и мод больше нравится дизель 2 и 8 он себе его привез переплатил с рынком вот если сравнить где-то порядка 400 500 тысяч рублей переплатил то есть он мог за эти деньги на полмиллиона купить дешевле такого же года в лучшей комплектации прадик но беганный по россии он привез с японии из там пробег очень небольшой блин там классная тачка она реально классная он реально того стоит кто никогда не ездил на хороших беспробежных целых праворульках не вот эти вот шашлаки которые уже доживают просто свой век ну даже их можно до ума довести они еще столько проездят а кто не ездил на настоящем правом руле на целом на хорошем но тот может судить об его качестве только шутками типа там руль в бардачке там и косоруки поэтому если есть у вас такая такое желание решение она на самом деле неплохое там даже иногда иногда даже переплатить чуть-чуть можно и правый руль будет классный но еще раз говорю это мое мнение хотите прислушивайтесь хотите нет все на этом про правый руль я заканчиваю кому понравилось ставьте лайки не понравилось дизлайки кому понравилось подписывайтесь на канал смотрите дальше будет много чего интересного и берегите свои автомобили каким бы они у вас не были леворульными праворульными каком бы состоянии какого года и какой-то бумаги они не были ведь не бывает плохих автомобилей бывают плохие хозяева. Всем пока.